Такое у нас раннее утро в Батуми. Нет суеты. Ну и в воскресенье люди все спят еще, наверное. Мы сейчас прогуляемся немного по старому городу, выйдем на набережную, посмотрим, работает ли канатная дорога. Купим кофе. Ну и все. Цены на кофе. Как плюшевый медвежонок. Уже туристы гуляют. Так приятно за этим наблюдать. Захотелось чего-нибудь вредного, купила чипсы. Наш офис открылся. Ура! Идем кофе пить. Олег Леонидович очень этому рад. Прекрасный, прекрасный кофе в Батуми там готовят. Кофе по-турецки. Пошли, пошли. А то позавчера подписывал договор с ребятами из Германии. Они еще были закрыты. Я говорю, ребята, офис не работает мой. Поедем в другое кафе. В итоге поехали в Орби там. Подписались. А теперь все открылось. Добро пожаловать на подписание договоров по ремонту. Ну и как всегда идеальная подача. Кофе, вода, шоколад. Билет стоит 25 ларь. Я еще помню, он был поперек. 15. Все возмущались, что очень дорого. Но сейчас 25. Сейчас мы видим не совсем туристический Батуми. Такой частный сектор. Совсем забыла сказать. Обращайте внимание на время работы канатной дороги. Сейчас она работает с 12 часов. Из минуса, ребят, очень грязные стекла, конечно. Смотреть невозможно. Сейчас будем наслаждаться прекрасным видом. Здесь сувенирная продукция. Можно что-то на память купить. Цен нигде нет. Это, конечно, очень неудобно. Надо спрашивать каждую позицию у продавца. Здесь можно перекусить в кафе. Посетить маленькую церковь. Полюбоваться видами с обзорной площадки. И приобрести сувениры. Также здесь работает Wi-Fi. Летом обычно мы сюда поднимаемся на машине. Здесь проходят различные мероприятия. Танцы, пляски. Ну, все такое в грузинском стиле. Поэтому можно вечером полюбоваться видами ночного города. Тоже очень классно. Сейчас мы уже будем спускаться. Еще раз посмотрим на виды Батуми. Ну и дальше идем в ресторан. Наше внимание привлек отель. Там даже есть бассейн. Если знаете название, пишите. Кабинок здесь всего 9 штук. В кабинку вмещается 6 человек. Поэтому, если попадете в сезон, возможно, придется постоять в очереди. Двери в кабинке автоматические. А даже если вы боитесь высоты, перемещаться по канатной дороге совсем не страшно. Кабинки двигаются медленно и плавно. А это мой любимый вид. Когда спускаешься уже вниз, открываются красивые виды. Можно сделать хорошие фотографии. Ну и если стекло будет чистым. Ну и немного информации. Арго считается самой длинной канатной дорогой в Европе. Ее длина составляет 2600 метров. Высота 260 метров над уровнем моря. Продолжение следует... Как вы думаете, мы сможем на бассейн. Угу. 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 у морвокзала как всегда кипит жизнь рыбаки и местные жители прогуливаются давайте посмотрим кто в этом доме жил табличка висит я кстати помню туда заходила там по моему плитка интересная на грузинском сон сон Ну вот мы и приехали в ресторан Старый Бульвар. Он находится рядом с Широтоном. Это любимый ресторан Олеженьки. Он сюда готов всегда приходить. Меню и цены будут в конце ролика. Кухня здесь грузинская и европейская. К сожалению, цены чуть-чуть подорожали, но не критично. А здесь на столе обычно фрукты, орехи, черчхелла. Можно это все взять. Сегодня вот, к сожалению, как-то так, но обычно побогаче. Я люблю здесь заказывать кофе по-батумски, который варят на песке. Вечером здесь играет живая музыка. Раньше она начинала играть с 8 часов, сейчас, по-моему, с 6. Если у вас какое-то мероприятие, столик лучше заказывать заранее, потому что вечерами здесь обычно очень многолюдно. Так выглядит мое запеченное яблоко с медом и орехами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok